Вчера без касок, сегодня под телевизионными камерами все чинно и благородно. Так восстанавливают сгоревшую крышу в доме номер 60 по северному Власихинскому проезду. Теперь-то уж уверяет подрядчик, этот лес точно не пойдет прахом. Древесину пропитывают специальным веществом. 10 лет гарантии нам дает организация поставщик. И он делает дерево огнеупорным? Да. Одни жители в подрядчике уверены, по их словам, именно организация РСО «Плюс» восстанавливала крыши в Затоне после прошлогоднего шторма и с работой справилась хорошо. А вот другие сомневаются в качестве не только работ, но и самих работников. Ребята, их 6 человек на крыше, двое молодых, 4 взрослых. Они, мягко говоря, всегда под шофе, отравенны. Кроме того, сомневаются жители и в официальных сроках выполнения работ. 4 человека работают. До 1 октября. Да кто ее сделает до 1 октября? Все сомнения подрядчик обещает развеять. Сейчас при подъеме на крышу с подрядчиком он мне угрожал, что я его обгадил. Он угрожал чем-то конкретным? Суд подать? Я узнаю, что это за собственник. Я узнаю, я вас поставлю на место. Вот так. Про вас он так сказал? Да. Угрожают так же, хоть единичные, но все же дожди. 10 июля, когда горела крыша, жители верхних этажей боялись. Не пострадали бы квартиры. Тогда вода пожарных расчетов была спасением. Сегодня дожди парадоксальные преемники огня готовы доделать его разрушительную работу. Дождь прошел, опять пятый этаж и все затопило. То есть крыша-то течет, да? Конечно, она пустая. Природа неумолима, ничего не попишешь. А вот градоначальника Сергея Догина умолить удалось. А мы проблемам добавим. Ну, будем разбираться. Из резервного фонда выделили 11 миллионов рублей. А подрядчик уверяет, со своей стороны сделает все, чтобы уложиться в сроки. 1 октября по контракту закончить нужно работать. Но постараемся пораньше. Большие проблемы, конечно, дожди. Закончить позже подрядчику невыгодно, поскольку, как нам рассказали чиновники, оплата поступит только по завершении работ. А также предусмотрены штрафные санкции на случай, если сроки будут сорваны. Жителям остается только ждать. В выходные, кстати, синоптики обещают дожди. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.